Особое мнение на 101FM Которые нам анонсировали Фактически на прошлой неделе Внезапно Как мы выяснили В перерыве даже в общественной палате Никто не ожидал Что будет объявлено об этих планах Прежде чем мы с Натальей начнем общаться Я должна слушателям нашим напомнить Что вы можете задавать вопросы гостей Через форму анонсов на нашем сайте Эхакирова.ру Через телеграмм в канале Эхакирова Или можно воспользоваться вайбером Номер для ваших сообщений 8 909 720 101 0 Мы следим Пожалуйста пишите Будут интересные вопросы Будем по ходу эфира на них отвечать Ну собственно говоря Возвращаясь к Лубягина Вот такая история 2 февраля То есть в прошлое воскресенье Должны были состояться Ну я не знаю там встречи власти С жителями местными И вот эта история вылилась в то Что изначально была площадка выбрана неправильно Люди не были готовы встречаться Там где войдут всего 50 человек Это здание клуба Люди готовы были встречаться на улице Их было 300-400 человек по разным оценкам Да жителей В итоге власти к ним не вышли Потому что их тоже можно понять Они говорят Мы не можем принимать участие В несогласованной Дистанционированной акции на улице Если запланирован клуб Вот Две встречи прошли вчера В Радужном и в Шотовщине И вроде бы Гораздо более мирно они прошли Вот И тем не менее мы понимаем Что это такая вот проблемная совершенно точка Которая у нас будет Вот этот объект в Лубягине Если он будет построен Да И вопрос Почему вообще не было никакой подготовки Общественного мнения Вы знаете Для нас это тоже вопрос Потому что для нас Это стало такой же неожиданностью Как и для жителей Вот тех деревень И вообще для жителей Нашего города Кирова Я Вот знаете Вот об этом Тоже уже думаю Последние несколько дней Мне кажется Все-таки Вот наша проблема Проблема Вот Даже проблема нашей власти В том что все-таки Надо наверное Вот Оборганизовывать Общественное обсуждение Не на этапе Когда уже какие-то решения Приняты Да А на этапе Вот как раз На том Когда мы должны Вообще определить Где он должен быть Этот объект В каком месте Где это место удобно То есть Вот это вот Мнение Каждого жителя Надо конечно Обязательно Выслушивать И может быть Вот тогда бы Может быть уже И место бы другое Было определено Когда бы Почувствовали Наши жители Да И активизировались бы Еще на тот момент То есть на самом деле Общественная палата Ни разу не рассматривала Постлюбягина На своей площадке Поскольку никогда Ни обращений от жителей Не было Никогда Не было нам предложено Рассмотреть Какую-то документацию Касаемую Создание этого объекта И от властей Не было никакой И от властей Не было ничего Да Как раз еще раз У Тамары Яковлевны Шихмина Представителем комиссии По экологии Вот этот вопрос И получила Такой тоже ответ Что действительно На площадке Общественной палаты Этот вопрос не обсуждался Не выносился Мне кажется Это тоже неправильно А Тамара Яковлевна В курсе была вообще Про планы Ну все-таки Тамара Яковлевна Она как-то вот погружена Даже она не знала Сегодня она мне сказала Что она была Не в курсе этих планов Поэтому очень Не очень понятно Очень много вопросов Точно так же и у нас Общественников И членов Общественной палаты По созданию данного объекта И к нам поступило Сейчас обращение Жителей Деревень Лубягина По-моему Шутовщина Там несколько деревень И сегодня Мы делаем запрос Министерства экологии Тоже на Документацию Которая касается Создания этого объекта Да Наталья Обращение на предмет Чего поступило То есть люди Что пишут Категорически пишут Что они против Создания данного объекта И просят рассматривать вопрос Именно в этом контексте Вот Конечно Я понимаю Наши органы власти Они сейчас пытаются Решить проблему Утилизации ТКО Это правильно Мы должны идти Все в этом направлении Потому что свалки Это тоже не дело Это тоже не Не есть выход И мы понимаем Что с этим Надо как-то Бороться Но Вот Именно так Как честно предлагают Мне кажется Не совсем правильно Все-таки Я понимаю Каждого из жителя Который Коснется Эта проблема Уже коснулась Почему такое количество Людей пришло Потому как Они там живут Они там рожают детей Им там Действительно Хочется жить В нормальных условиях Поэтому Надо обсуждать Надо смотреть И действительно Может быть Выбирать Такие места Где это По крайней мере Не так близко От места жительства Людей К сожалению Большому тут вопрос У нас каждый раз Такой вопрос возникает Вопрос возникает Именно потому Что невозможно Как я понимаю Такие объекты Создавать вдали От места жительства Людей Потому что Там нет Инфраструктуры Подходящей Дорожной В том числе И строительство Такого объекта Где-то в глуши Оно выльется В такие вложения Такие затраты Даже вот этот Полтора миллиарда Анна Давайте В такие вложения А пусть нам Просчитают И предложат Вариант другой людям Можно Скажут Мы готовы На такие вложения Мы ведь не знаем Ну или скажут Ой нет Или скажут Ой нет То есть когда нам Хотя бы предлагают Альтернативные варианты Ну почему нет А тогда А тут получается Что нет альтернативы По крайней мере У этих жителей Да То есть им Их поставили в известность Теперь Там обсуждают Тех задания Где люди могут Как-то Предложения свои Сформулировать Но я так думаю Но речь это о том Что не построят Объект не идет А речь о том Что да Его не должны строить Вообще Там могут не построить Не идет Есть вопрос тоже Единственное Что в получении Я так понимаю Определенные там разрешения И так далее Если только Они не получат Конкретных там Разрешения От конкретных органов Да Там И А так Вопрос так не стоит Поэтому А жители Активные жители Вопрос так ставят И вот здесь Надо все-таки Вести диалог Надо разговаривать Может быть И не так все страшно Может быть Даже я например Не могу понять Насколько Потому что я общалась С некоторыми жителями Которые к этому Относятся очень спокойно Они относятся к этому Очень спокойно То есть у них нет А есть такие Которые очень категорически настроены То есть здесь надо И тоже обсуждать Сводить мнение И смотреть Все позиции надо сводить Конечно Представители власти Вот прошло 10 дней Практически Ну поменьше немножко С момента Первой этой встречи проблемной Представители власти В общественную палату Обращались? Пока обращений не было Еще раз повторяю Но обращения были Только от жителей Поэтому сейчас я думаю На площадке палаты Мы начнем взаимодействовать То есть это с вашей инициативой пойдет Это наверное даже Ну да По нашему По идее Это когда случилось Я почему Я сейчас надавлю По идее Когда случилась проблемная ситуация Мне кажется Если власти заинтересованы В том Чтобы был диалог какой-то Первое Что должны были эти люди сделать Это позвонить В общественную палату Сказать Ребята Давайте организуем площадку Ну Этого сделано не было Может быть Еще и поступят предложения По крайней мере Сейчас Мы не можем не реагировать На сигналы жителей Все-таки Мы защищать должны Интересы людей Поэтому будем разбираться С этим вопросом От площадки палаты Это обязательно Конечно Но я думаю Что вот Даже не этого вопроса Только Лубягина Если касаться Вот есть эта проблема Есть эта проблема Но надо предвидеть Такие вещи Органам власти Это мне так кажется Просчитывать Надо просчитывать На несколько шагов вперед Какая будет реакция людей Надо все-таки Активно вовлекать Людей В принятие решений На начальных этапах А не когда там уже Решение где-то принято И потом нам это все Выдают За вас все решили А теперь давайте Будем обсуждать Вот это вот Не совсем правильно Здесь надо нам И надо по ним И людям Надо тоже показывать И в принципе Рассказывать Что проблема Такого Она серьезная Она Может быть люди Дальше своих Мусорных баков И не видят На самом деле Эти свалки И так далее На самом деле Об этом тоже Надо говорить То есть Какие-то решения В этом направлении Надо однозначно Принимать И я думаю Что Ну Может быть Не таким способом Не знаю Пока Я вот Лично я понимаю Жителей Вот тех деревень Которые Вот сейчас Вот в этот вопрос Как-то очень Активно включились И вообще Вот они Стали заложниками Этой ситуации Да А вот те обращения Жителей О которых вы говорили Которые поступили В общественную палату И с которыми Вы будете работать Вы каким образом Будете их отрабатывать То есть Вы ответ какой-то Попробуйте получить Ну мы должны Ответ получить Конечно Да Мы должны получить Во-первых Мы должны дать ответ Но чтобы его дать Мы тоже должны понимать И получить ответ От органов власти В том числе Да Там Изучить этот вопрос Более подробно Детально Погрузиться в эту тему Потому что Мы пока в эту тему Не погружены На самом деле Так И это конечно Большой Ну как мне кажется Большой сюрприз Да Для всех Потому что Мне так казалось Что такие проблемные вещи Ну уж как минимум В комиссии по экологии Общественной палаты Должны были готовить Да И общественные мнения И общественников тоже Ну к тому Что будет эта проблема То есть Надо было понимать У меня есть ощущение Что вот эта история В каком-то прям Я не знаю Очень Очень авральном режиме Вот это решение Может быть принималось Именно с этим Это связано Ну я думаю Что сейчас Сейчас уже Никого не обойдет стороной Эта тема Поэтому будем дальше работать И смотреть Как можно вообще Ситуацию так вот Хорошо Исправить Правильно Правильно русло повернуть Не знаю пока Я Правильно что сейчас Органы власти встречаются С людьми И я думаю Такие встречи Должны быть столько Сколько их надо Вот людям Да Чтобы там Донести ту или иную информацию В том числе Возможность обсуждения Вопросов И там Поиска других Мест Например Да Для создания Такого объекта Общественная палата Может рекомендовать Министерству Охраны окружающей среды Подготовить Список мест Вот я пока не могу Даже сказать это Я кстати Когда слушала Жителей Которые говорят Так же Вот активистов Когда говорят Давайте в другом месте И Алла Викторовна Задает вопрос В каком Понимаете То есть А жители что ли Должны предложить Это очень интересно Нет Понимаете Я так Ну Знаете Иногда кажется Наверное нам надо Что-то предложить Мне уже так кажется Потому что А как иначе То есть Органы власти нам говорят Что нет других мест По крайней мере Я так понимаю Из информационных источников Там 26 объектов Было рассмотрено Выбрали в итоге Пяти И шорт-листа один Вот Понимаете Ну Даже когда 26 Ведь мы тоже не были Включены в этот процесс Обсуждения Правда Вообще никто не знал Что есть какие-то 26 мест Которые обсуждают На предмет размещения Некого Объекта Вот об этой я проблеме и говорю Вот это где-то выпадает Вот это звено Где можно было вполне Активно включить жителей Они уже бы понимали Как формируется И принимаются решения Почему именно Вот это место выбрано А не другое А потому что Вот 26 Вот они не подошли По какой-то причине Но ведь мы даже об этом Не знаем по какой О том что была проведена Ну по крайней мере говорят Что была проведена Большая предварительная работа Мы вообще не были В нее погружены Никто Мне об этом неизвестно Наталья Шитько В нашей студии Председатель Общественной палаты Кировской области Мы сейчас сделаем Перерыв на 20 секунд И вернемся Особое мнение На 101FM Это особое мнение Натальи Шитько Председателя Общественной палаты Кировской области И руководителя Кировской областной Общественной организации Знания Мы продолжаем И мы сейчас все-таки Давайте о хорошем Хотя я и не знаю Честно О хорошем ли получится 5 февраля В этой студии Был Михаил Курашин Ваш коллега По региональному Ресурсному центру И мы с ним говорили О том Что вот на старте Вот на подходе Тот самый региональный Конкурс для НКО О котором мы говорили Долго говорили Говорили Почему он важен Конкурс для некоммерческих Организаций Их поддержка Именно на региональном уровне А не только Федеральными деньгами Переживали Что что-то как-то тут Буксует Немножко подготовка А выяснилось Что примерно в это время Как раз собственно говоря И было уже обнародовано Что конкурс запустили Практически в этот же день Да Совершенно верно Но у Михаила Были опасения Он говорил о том Что конкурс запущен И документация К этому конкурсу И требования К некоммерческим организациям Они примерно таковы Какими они были Ну 6 лет назад В 15-м В 14-м году Когда конкурс проводился Еще на региональном уровне И что все это Немножко устарело И что все это Немножко не соответствует Немножко не соответствует Требованиям фонда Президентских грантов Да И возможно Это будет Ну чревато для нас тем Что мы например В дальнейшем Не сможем претендовать На какую-то поддержку Из Москвы Еще Так лет Ну давайте так Во-первых То что возрожден Областно-оригиональный конкурс Это хорошо Да Мы все рады Это правильно Да Мы его ждали С 2015 года И я думаю Что все-таки То что такой шаг сделан Правительством В сторону НКО Это здорово Поэтому давайте Здесь скажем Скажем так Плюс поставим Да Что касается Документации Областного регионального конкурса На самом деле Были нами Как представителям Регионального ресурсного центра Были предложены Разные варианты Порядка проведения конкурса Положения проведения конкурса И поэтому Вот Конечно То что мы увидели на выходе Оно конечно Несовершенно Но у нас Я думаю Что вот таких совершенных Положений О каких-то О конкурсах Их в принципе Нет Быть не может То что оно Переписано Там Да 2100 За основу взято Постановление Предыдущих конкурсов Это тоже неправильно Все таки Оно Немножко подкорректировано Оно подредактировано Там суть Знаете Какая самая Самая такая Наверное Больная наша точка То есть нам Хочется Как представителям Общественности Чтобы все таки Оценивали Больше проект И инициативу социальную А не саму организацию Да А в этом порядке Вот как раз Очень много Уделено внимания И описанию В том числе и организации В общем то Подождите То есть бумажек Надо больше заполнять Даже не бумажек Больше заполнять Еще очень много Скажем так Информации Которую должны дать Именно по деятельности Организации И это Тоже Одни из критериев Оценки Вот этой Заявки будет Которая будет подана На конкурс Это как раз Тоже будет Отражать Ну скажем Влиять на результаты Оценки Вот этой заявки То есть новички Новички У которых Вот организация Вот только-только Создается Они будут Меньше шансов Ну конечно Потому что у них Нет опыта Работы Нет Опыта Такого реализации Проектов Они работают Может быть В рамках Одного муниципалитета А может быть Вообще Одного района Маленького Или вообще Какого-нибудь Населенного Маленького То есть не совсем Раноценные Может быть будут Условия Но я думаю Что Как-то это все равно Не должно повлиять Кардинально На результаты конкурса Мне бы очень хотелось Чтобы как раз Среди победителей Был большой процент Организаций Из муниципальных районов Очень мне этого хочется Правда Потому что я считаю Что у нас есть Крупные организации Кировские Которые вполне Могут уже И участвуют И побеждают В фонде президентских Грантов Мы говорили об этом Почему важен Этот региональный конкурс 10 миллионов рублей Которые даются Областным бюджетом Почему это важно Потому что Это дает шанс Тем малышам Которые вообще Незаметные опыты Не имеют работы На этом поприще И еще не умеют Может быть Заполнять документы Так что к ним Не придерешься Конечно Они могут претендовать На эти средства И могут получить Какую-то поддержку Да Вот сейчас мне уже Идут звонки Вот сегодня был звонок Например Из одного муниципального района Я понимаю Что это организация Общество Союз По-моему Женщины Она даже не очень понимает Что за конкурс Она говорит Вот дали документы Конкурс Распоряжением РФ Областной конкурс Понимаете Даже вот какие-то нюансы Они не разбираются Поэтому А все-таки В подготовке Заявок Нужно владеть Какими-то основами Проектной культуры Да Социального проектирования Поэтому здесь Я Вот мы боимся Что могут действительно Опять же Пролететь Скажем так Мимо этого конкурса И не получить Все средства Или большую часть Заберут опыт Вы вспомните Раньше Когда изначально Конкурс Президентских грантов Начинал работать Было очень Каждый год Обвиняли в том Что Честненьки говорили О том Что основная Доля победителей Это Санкт-Петербург и Москва Это было 70% Победителей Но когда Фонд президентских грантов Все-таки пересмотрел Некоторые Требования Положения И так далее То есть Они во-первых Там выделили Отдельную номинацию Для тех организаций Которые вообще Никогда не участвовали В конкурсах Не имеют опыта Участия в конкурсах И это тоже Очень хорошо Стимулировало Подачу заявок Но чтобы равные С равными соревновались Конечно Поэтому вот Здесь есть у нас Такие опасения Что наши Муниципальные НКО Не смогут достойно Конкурировать С областными Но мы в этом Будем им помогать Чтобы они все-таки Достойно конкурировали 13 декабря В 13.00 По адресу Улица Свободы 47 Декабря В феврале Мы проводим Семинар По подготовке заявок На областной конкурс Кроме того Приглашаем Представителей Министерства Натерной политики Это организатор Областного конкурса Для того чтобы Они пояснили Многие вопросы А вопросов Уже достаточно много Вот В этом году В этот раз Кстати говоря Нет требования К тому что Организация должна иметь Какой-то Перед деятельности То есть можно Вот сегодня Зарегистрировалась И подаваться на конкурс И сразу подавать документы Подавать документы На конкурс Это хорошо Нет ограничения Количества заявок От Поданных заявок От одной организации То есть можно подавать По всем 10 направлениям Если вы хотите Правда я это делать Не рекомендую То есть 10 направлений В конкурсе Которые выделены В приоритетные Да И поэтому Можно хоть Все 10 подавать А хотя бы Немножечко Можем назвать Какие именно направления Во-первых Это направлено На поддержку Социальную поддержку Инвалидов Категория Защита материнства Детства Направление Защита ветеранов Поддержка ветеранов Работа со старшим поколением Это юридическая помощь То есть это в принципе Взятые направления В основном Из конкурсов Также фонда Президентских грантов Только их Количество меньше 10 направлений В принципе Ну я думаю Любая организация Найдет для себя Там Вот Применение себе Потому что Хотя Можно было бы Мы предлагали Кстати говоря Сделать одну из Приоритетных Номинацию Это как раз Поддержка проектов Направленных Вот На Празднование Вот Даты 75 лет победы В великолепительном двойне Нам очень хотелось Чтобы это было Выделено в отдельное направление Потому что Эта тема Ну не должна пройти стороной Хотя Я думаю Что все равно Ее можно там Заявить В других номинациях Это позволяет Работа с молодежью Там тоже направление Есть Там достаточно много Направлений Которые Охватывают Большой спектр Деятельности НКО Так 13 февраля Будет семинар На котором Вы расскажете А заявки До какой даты Принимаются Заявки принимаются До 5 марта До 18.00 Я так понимаю Вот Тоже мы не могли Настоять на том Что нужно принимать Уже заявки В электронном виде Что это уже Ну это уже Общепринятая практика Ну да Все таки Опять же Все равно Мы несем бумажные Носители В Министерство Внутренней политике В порядке На проведение конкурса Написаны все входные данные Кабинеты Телефоны Поэтому Тут опять же Надо понимать Что электронная форма Подачи заявок Она способствует тому Что людям из маленьких Муниципалитетов Не надо ехать в Киров Чтобы податься Конечно А так им придется Искать оказию И или готовить документы Раньше Чтобы по почте Все привезли Или по почте Или с кем-то Да С наручным Поэтому здесь Ну я так думаю Что это не должно быть Большим препятствием для НКО Коли такое решение Это нюансы То есть вот Очень много таких нюансов Я думаю Что вот Когда конкурс состоится Мы должны уже Провести анализ Да Работы Как вообще Какие слабые места Вот в этом же порядке Проведения конкурса Да На что мы натолкнулись Потому что Все-таки опыта И у Министерства Внутренней политики Уже там Да нет пятилетнего В проведении конкурса Люди поменялись Конечно И люди поменялись Поэтому я думаю Ничто нам не помешает На следующий год Внести изменения В порядок В проведении конкурса Тем более Конкурс Ну по крайней мере Обещают Как минимум На три года То есть Это все Сдвигается Да Ну то есть Можно каким-то образом Вносить коррективы Можно вносить Я думаю Что нужно будет Вносить коррективы Потому что Некоторые вещи Не прописаны И для меня Вот например Как руководитель Регионального Ресурсного центра Принципиально Вот такой вопрос Который Волнует меня То есть Там нет экспертов Конкурса Нет экспертной комиссии Есть только конкурсная комиссия Которая будет принимать решения Вот это Мне кажется Изначально Не очень правильно Было принято Такое решение Так подождите То есть Жюри не сформировано Конкурсная комиссия Но они Некоторые люди Далеки От экспертной работы Понимаете Это разные Разные люди Что такое Эксперты Ведь Даже фонд Президентских грантов Это такая Двухуровневая система Принятия решений Оценки Проектов То есть Сначала Идет Экспертная работа Эксперты Выставляют свои оценки И так далее А потом уже работает В фонде Президентских грантов Координационный совет У нас Это конкурсная комиссия Которая принимает Окончательное решение Учитывая мнение Экспертов У нас нет Экспертов Не прописаны Они В данном Порядке Приведения Областного конкурса Ну посмотрим Мне кажется Вот это вот Слабое место Вот именно Вот в этом порядке Приведения Ну я думаю Что есть То есть Надо работать Сейчас с тем Что у нас есть А дальше будем Также формулировать Предложения По уже Совершенствованию Данного конкурса Как это повлияет На результаты Там Софинансирования О которых Объявляется Сейчас фонд Президентских грантов То есть Это еще Не окончательно Это было просто заявлено Это заявлено Фонда президентских грантов Что они готовы Софинансировать регионы В проведении Региональных конкурсов И дотационные регионы До 70% От той суммы Которая выделена У нас На региональном уровне Вот у нас 10 миллионов Выделено В идеале 7 миллионов Нам еще Еще бы должны бы дать Да Вот Но пока Как скажем Правил игры Вот и как это будет Условие Предоставления Пока не озвучено Конкретики нет То есть Должны мы Точно соответствовать Там И Учитывать Методические рекомендации Фонда президентских грантов По проведению конкурса Думаю В перспективе Мы все равно К этому придем Это будет Кроме того Я уже вам говорила У нас нет электронной площадки Для проведения конкурса Как это делает Фонд президентских грантов И ряд других Грантодателей Но Создание такой площадки Не дешевое удовольствие Аренда такой площадки Тоже не дешевое удовольствие Поэтому на данный момент У нас таких ресурсов нет Вот к этому надо тоже идти И стремиться Чтобы или самим Разрабатывать Такую программу областную А это реально Включаться в это Или действительно Арендовать такие платформы Потому что без этого Мы не проведем Конкурс Так как проводит Фонд президентских грантов Нам все равно не провести Без электронной площадки То есть если это будет В требованиях Все-таки в обязательных Для софиксирования То нам все равно Придется шевелиться И это делать Хорошо Пока мы наши 10 миллионов Все-таки делим Можем сказать Есть ли ограничения По сумме Для участников конкурса Нет, никаких ограничений нет Некоммерческая организация Социально ориентирована Может предназначить на сумму До 500 тысяч рублей Минимум не обозначен То есть от рубля До 500 тысяч рублей Пожалуйста До полумиллиона Одна организация Может выиграть Наталья Шитько В нашей студии Председатель общественной Палаты Кировской области И руководитель Кировской областной Общественной организации Знания Мы сейчас прервемся На небольшую рекламу Через полторы минуты Снова в этой студии Особое мнение На 101FM Наталья Шитько В нашей студии Мы продолжаем Еще один грантовый конкурс О котором мы хотели Сегодня сказать Это конкурс Серебряное созвездие 2020 2020 1 февраля Стартовал прием заявок Продлится Если я не ошибаюсь До 5 марта Тоже до 5 марта Тоже до 5 марта Да Только до 23.30 Кто может участвовать Что нужно сделать Так Во-первых Этот конкурс Мы проводим второй раз У нас он первый раз Состоялся в 2019 году Конкурс проходит При поддержке Депутата Государственной Думы Рахима Азербайевича Азимова В этом году Надо сказать Увеличен грантовый фонд Если в прошлом году Было поддержано 14 проектов На сумму 722 722 тысячи То в этом году Грантовый фонд Увеличен до миллиона рублей Это хорошо Это наверное Пожалуй Один из Такой немногих конкурсов Где участвовать Могут практически Любые организации И даже общественные советы И инициативные группы граждан Не могут участвовать проектов и на поддержку старшего поколения. Как мы видим из названия. Серебряное созвездие. Тема актуальна, особенно для нашего региона. У нас все-таки большой процент населения это жители, которые представляют старшее поколение. Нам надо с этой аудиторией работать, работать активно. Думаю, что в этом конкурсе будет также много проектов, которые посвящены победе в Великой Отечественной войне. Юбилейный год, поэтому я думаю и уверена, что много будет таких проектов. Надо сказать, что форма заявки достаточно простая, принимается в электронном виде. Также мы будем проводить несколько образовательных мероприятий. 20 февраля в 11 часов также будет семинар в Кирове. Кроме того, запланирование семинара и в муниципальных районных областях. График можно узнать у нас в обществе знания. Кстати говоря, по областному конкурсу тоже. Можно звонить, да. Мы поедем и в районы области и также будем рассказывать. Кроме того, можно консультироваться в постоянном тесном контакте с нашими экспертами и преподавателями, консультантами находиться. Поэтому помогать будем. И на всех этапах помогаем. Обращайтесь, не стесняйтесь. Задавайте, даже если кажется вам, что это вопрос глупый, все равно лучше задайте и проясните для себя, чем потом попасть не очень... Чем потом кусать локти. Чем потом кусать локти, да, и ваша заявка может по какой-то причине не попасть просто-напросто... Из-за какой-нибудь ерунды. Из-за какой-нибудь ерунды. Так может быть. Такие бывали уже случаи. У этого конкурса есть ли ограничения по сумме? По сумме, да. Это конкурс малых грантов. Это для юридических лиц 80 тысяч рублей, а для инициативных групп граждан без образования юридического лица 30 тысяч рублей. Но все равно это вот... Судя по тем проектам, которые вот в прошлом году, например, заявлялись, там есть такие проекты, на которые вот это вот... На небольшие суммы реализованы очень классные проекты. И эта поддержка, она вполне себе помогает их реализовать. Хорошо. Еще одна важная тема, которую мы хотели с вами сегодня обсудить, это доформирование региональной группы общественного контроля. Мы ее называем общественным контролем за качеством ремонта дорог и за качеством содержания дорог. Совершенно верно. На прошлой неделе появилась на сайте Общественная палата новость о том, что вы набираете новых участников. Общественная палата, потому что группа при палате работает, она и создавалась при палате в свое время. С чем это связано? Старички устали? Ну, давайте... Небольшая блюдоистория, на самом деле, да. Многие... Там есть ряд общественников, которые считают и выражают там свое мнение, что группа по общественному контролю за содержанием дорог за последний год сдала свои позиции. Наверное, да. Я, наверное, как представитель общественной палаты могу это признать. Но как минимум в медийном поле. Как в медийном поле, да. Может быть, да. Не могу сказать, что они не работали. Нет. Работа была, она была, проводилась. Просто, знаете, был несколько выбран другой формат работы, наверное, да. Если ранее, в 16-м году, там, был общественной... Вот как раз члены группы активно выходили на дороги, да, снимали себя, выставили... В смысле, снимали участки аварийные, там, совсем безобразные, и выставляли это, и обсуждали это все в соцсетях. Я помню дорогу Киров-Русской, конечно. Ну и в 16-м году мы знаем, какие были дороги. Все-таки, давайте, изменилась ситуация все-таки за это время. То здесь был больше формат такого запросов, да, общения и взаимодействия с представителями власти уже в рамках работы комиссии. Значит, мы знаем, что руководитель комиссии Владислав Крысов написал заявление об уходе. Ну, у него действительно просто... Он не успевает, видимо, в силу причин, там, да, большая нагрузка, и он принял для себя такое решение. Я думаю, он вам это озвучивал. Загрузка по работе, да, он был здесь в четверг. Кроме того, у нас несколько членов региональной рабочей группы были исключены решением совета, поскольку ни разу не были на заседании. Неактивные. Абсолютные. Поэтому мы решили предложить активистам, объявить доформирование и предложить активистам войти в состав группы, потому что все-таки, знаете, можно много говорить, что группа не работает. Я предлагаю войти в состав группы и показать пример, может быть, действительно взять еще более активизировать это направление. Поэтому я думаю, что посмотрим. Нет, особо рвущихся нет, я вам честно скажу. Да, ребята, кстати говоря, сами, кто работает и кто вот старички, еще все остается, они говорят, что активных не так много. Активных не так много. Есть ли какие-то... Во-первых, мы должны сказать, что, конечно, это общественная работа, то есть никто активистам не платит зарплату за то, что они ездят, это надо понимать, что нужно выкраивать свое время в плотном рабочем графике и за счет своего времени этим заниматься. Есть ли какие-то ограничения либо требования к потенциальным участникам? То есть нужен ли опыт какой-то общественной работы? Есть ли препятствия какие-то в виде конфликта интересов? То есть чиновник может быть членом общественной тренировки? Нет. Нет, конечно. Нет. Есть требования, можно обратиться в общественную палату и запросить, какой пакет документов для этого надо. На самом деле, ну, конечно, хотя бы быть немного в теме, это уже хорошо, да? То есть если я, например, совсем далека от этой темы, мне кажется, то и пользы-то я там, наверное, много не принесу в составе рабочей группы, конечно, можно быть общественником, и опыт общественной деятельности тоже приветствуется, это тоже как бы плюс для того, чтобы мы рассмотрели. Но его отсутствие не ограничивает. Ну, то есть если нет этого опыта, тоже человек активный, с опытом работы в другой сфере. Человек активный, у него есть в этой сфере опыт работы, почему нет, конечно? Почему нет? Да. Хорошо. Обращаться до 14 февраля, кстати говоря, всего лишь. Да, осталось немного времени. Неделя остается. Потому что далее мы уже будем на совете, уже будем определять и утверждать кандидатуру, вернее, руководителя региональной работы. Вот, с руководителем тоже вопрос. Когда Владислав Крысов сообщал о том, что слагает себя полномочия в конце прошлой недели, да, там такая ситуация вышла, что Владислав предлагал Дениса Пролога в качестве руководителя, но Денис Пролог с сегодняшнего дня или со вчерашнего, сегодняшнего, да, руководит автотранспортным предприятием ОТП, у него новая большая ответственная работа, вот, настолько ответственная, что он даже в особое мнение к нам завтра не сможет прийти, к сожалению, отказался пока. Да, и ему некогда этим заниматься. Юрий Львович Шлеминзон, который тоже активно достаточно работает, сказал, что нет, и вероятнее всего... Ну, предложено Константину Сичихину. Нет, ну, во-первых, предложено рабочей группе. Рабочей группе было обсудить эти запросы и сформировать свое мнение. Мнение рабочей группы, это Сичихин, Константин, то есть там практически единодушно, да, сошлись на этом, поэтому на Совете в конце февраля будет рассматриваться кандидатура. Лично я считаю, что... и лично я буду поддерживать Константина Сичихина и надеюсь, что члены Совета прислушаются к мнению членов рабочей группы. Сам Константин рвется в бой, он готов, он готов работать, и у него есть и планы определенные, о которых мы говорим, пока он, наверное, сам расскажет, да, если такое состоится, то есть он как-то хочет более, может быть, широкий круг вопросов рассматривать в рамках данной группы. А тот факт, что Константин не является членом общественной палаты, может быть ограничением или не может? Или теперь Константину как-то надо вот в общественную палату заявляться? Нет, честно говоря, нет такого требования по закону, но есть... в свое время было решение Совета, такое негласное решение Совета, чтобы все-таки рабочие группы, которые действуют при общественной палате, возглавляли члены общественной палаты. Может быть, тогда в силу каких-то причин это было принято, достаточно давно это решение принято. Я думаю, что если у нас, во-первых, у нас пока, если у нас не будет других кандидатур, не появится еще вдруг до этого времени, да, и кроме того, все-таки я считаю, что в первую очередь мы должны исходить из мнения членов региональной рабочей группы, да, кроме того, я думаю, что мы должны все-таки смотреть и на человека, то есть я считаю, что Константин Сергеевич, он проявил себя, когда он возглавлял эту рабочую группу в третьем созыве палаты и проявил хорошо, как руководитель этой рабочей группы, поэтому не вижу оснований ему не доверять сейчас там, да, и не доверять такой тяжелый участок работы, он очень непростой этот участок работы, вот, поэтому... В общем, будем смотреть. В зависимости от того, какое решение будет принято на совете. Три минуты. У нас остается еще одна важная тема, которую я не могу с вами не обсуждать. Это новый арт-объект, который анонсировали, появление которого анонсировали в конце прошлой недели. Это памятник, там, скульптурная композиция, которая называется «Восторг», и скульптурная композиция выглядит примерно так. Из земли руки. И на этих руках парит младенец. Ну, там, или не младенец, там, ну, ребенок, может, дать, в возрасте, там, до пяти, до семи лет, да, ну, не очень тяжелый и не очень большой ребенок. Вот. Собственно, там, предыстория, как говорят инициаторы, значит, создания этой композиции, это вот эти детские впечатления, когда взрослый поднимает ребенка и кружит его, значит, над землей. Слушайте, ну, вот то, как это выглядит, по крайней мере, на эскизе, да, представленном в социальных сетях, в том числе, да, и вовавшем в СМИ, это выглядит не очень как-то вот. Вот. И вроде, вроде и ребята-то такие хорошие, идея-то такая замечательная, но как-то вот не срастает. Ну, я понимаю, что это пока только идея, так? Уже деньги собирают. Уже 150 тысяч собрали. Ну, на самом деле, у меня лично тоже большого восторга, вот, сама эта композиция восторг не вызывает. Не очень вызвала, да. Идея, она хорошая. Вообще, идея вот создания разных арт-объектов, наверное, в скверах, это хорошо. Мне кажется, здесь нам надо тоже понимать, почему именно в этом сквере, почему именно вот в таком виде она, да, то есть это как-то тоже вот для меня... И Ленинский сквер — это перекрёсток Горбачёва и Ленина, там лавочки стоят. Да, почему именно здесь? Мне кажется, вообще нужно как-то, если вот какие-то такие задумки воплощают в жизнь, то нужно как-то это делать в концепции вообще развития самого сквера. Ну, если бы там, например, сквер, там, не знаю, детство, к примеру, да, тогда, я понимаю, можно там сделать несколько разных таких вот арт-объектов, интересных, вот вообще посвящённых этой тематике. Здесь вот просто вот в этот сквер поставить вот ну, данную скульптуру мне как-то... Пока вот я вот, честно говоря, не очень понимаю... Не вписывается. Не очень мне вписывается в моём представлении. Мне кажется, всё-таки надо её как-то доработать, если уж она действительно будет там, да, и если согласует муниципалитет, всё-таки это земля, так понимаю, муниципальная, и окончательно они должны принимать решение об этой скульптуре, надо всё-таки доработать её несколько, потому что она, правда, вызывает очень разные эмоции. Особенно учитывая все эти легенды, наши городские про старые кладбища, которые как раз в том где-то районе, да, извините, руки, торчащие из земли, ещё и светящиеся, как говорят. Да, может быть, как-то немножко по-другому её... Всё-таки оформить эту идею, сама идея хорошая. И здорово, когда есть такие инициативы от людей, они же не пустят у кого-то деньги, да, они сами... Она и исходит, да. Они сами её воплощают, они сами её реализуют, они сами пытаются там собрать средства на это. В общем, активистов мы поддерживаем, но, ребята, может быть... Активистов мы поддерживаем. Может быть, немножечко пересмотреть, да, внешний вид. Ну, учесть мнение людей, жителей всё-таки, ведь не только они там будут в этом сквере находиться. Это правда. Это правда. Улица Ленина достаточно оживлённая. Благодарю Наталью Шитько, председателя Общественной палаты Кировской области и руководителя Кировской областной общественной организации «Знания». Мы особое мнение на этом завершаем. Наталья, спасибо. Спасибо вам. Всё. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM